Проектирование среды межвузовского студенческого городка обсудили на совещании в администрации города. Среди участников совещания – представители Евразен ДМК, Уралвагонзавода и Уралхимпласта, а также руководители вузов и студенты. Молодежь высказал свои идеи, каким бы они хотели видеть студенческий кампус. Вы знаете, очень надоедает сидеть в обычных аудиториях, в этих душных четырех стенах. И хотелось бы очень часто сменить обстановку, потому что, допустим, когда на улице погода прекрасна, ты думаешь не о том, что тебе сейчас рассказывают преподаватели, а как бы снецей сменять. Здесь очень хорошая идея организации площадь для занятий на открытом городе по типу амфитеатра. Также студентам хотелось бы иметь спортивный блок, площадку для прогулок вдоль берега пруда, общежитие не только для иногородних, но и для местных студентов, современную электронную библиотеку, учебно-деловой центр для проведения WorldSkills. Тот павильон, который застраивался по определенной концепции, по определенным требованиям для каждой компетенции. Движение очень активно развивается, и в Нижнем Тагиле его тоже хорошо поддерживают на базе среднепрессиональных образовательных организаций, на базе высшего образования. То есть это вот одна из главных идей, которая поступила от многих студентов, которые включены как раз-таки в это движение. Также при обсуждении вопросов спортивного направления, то всем очень захотелось и нужен свой бассейн. То есть бассейн, который был бы на территории этого кампуса, потому что все хотят заниматься плаванием так активно. То есть очень много поступило предложений именно по бассейну. Представители промышленных предприятий отметили, главное, чтобы за красотой и комфортом студгородка не потерялось его содержание и ценный преподавательский состав. Руководитель Тагильской торгово-промышленной палаты Борис Соколов предложил построить кампус по конфедеративной модели. Он посмотрел зарубежный и отечественный опыт проектирования и строительства студенческих городков и заявил, что существует три типа университетских комплексов. Это городские распределенные комплексы. По сути, этот университетский комплекс представляет собой не кампус, а совокупность университетских объектов, рассредоточенных или рассеянных в городской среде. Следующий тип – это городские и локальные университетские комплексы. Представляют собой кампусы высокой плотности в городской застройке. И третий тип – это пригородные, загородные, локальные университетские кампусы. Расположены за пределами плотной городской застройки. Это наиболее современная и признанная на сегодняшний день эффективная стратегия кампуса университета, поскольку даже старые университеты сейчас вынуждены основывать новые кампусы на границе или за пределами городской черты. Должна появиться та идея, которая зажег всех. В том числе эта идея, она должна зажечь и представителей власти, и представителей бизнеса. Да, мы можем посмотреть опыт, который есть, но, как президент говорит, я жду от вас нечто новое, то есть нечто непохожее на то, что уже существует. Владислав Пинаев предложил студентам инженерных и строительных специальностей в качестве дипломных работ создать свои проекты кампуса. Сейчас, отметил первое лицо города, предстоит написать концепцию по созданию студенческого городка. Я глубоко убежден, что проект – это федеральный, проект, который полностью совпадает с теми посылами, которые на сегодня есть. Он полностью соответствует тем критериям и параметрам национального проекта, о котором сегодня говорит президент о развитии студенческих кампусов. Это очень серьезно, поэтому над этим надо работать. Мнение ребят мы учтем, конечно, мнение студенчества учтем, безусловно, но важно сегодня и очень важно подготовить действительно тот документ, ту детальную проработку этого вопроса, с которым можно выходить дальше. Без этого нет перспективы развития, и все-таки за это надо биться. Надо отстаивать именно необходимость создания, необходимость того, чтобы город Нижний Тагил не становился городом пенсионеров, а все-таки грозивался, и молодежь отсюда прекратить отток молодежи. Следующее заседание рабочей группы пройдет во второй половине октября. На нем будет обсуждаться идеология проекта.